Всем привет! Мы продолжаем с вами заниматься английской лексикой, изучать новые слова по теме хобби. И в этом конкретном уроке мы с вами остановимся на теме board games, что означает настольные игры. Разберем с вами несколько видов настольных игр по-английски, некоторые глаголы, которые часто используются с этой темой. Добро пожаловать на английский с Max Hart. Так, board games, и давайте сразу приступим к наиболее популярным настольным играм по-английски. Так, например, шахматы. Мы скажем chess. Или такой глагол, который, к сожалению, довольно часто сопутствует любым играм. To lose, это означает проигрывать, он неправильный. Напомню, что его формы to lose, lost, lost. Шашки по-английски будут checkers. Ну а побеждать, to win, тоже глагол неправильный, win, won, won. Такая славная и замечательная игра, как нарды, по-английски называется backgammon. Другая популярная настольная игра, scrabble, составление слов из различных букв. Также вам может пригодиться игра в карты, по-английски cards, соответственно, играть в карты to play cards. Еще одна весьма популярная в нашей стране игра, называется по-русски лото, а по-английски не что иное, как bingo. В принципе, одно и то же. Довольно распространенная игра, думаю, что вы все ее прекрасно знаете, называется крестики-нолики. По-английски она называется так. Tic-tac-toe. Или, побыстрее, tic-tac-toe. Всем нам хорошо известна и знакома, игра domino по-английски будет практически так же, читаем только немного иначе. Domino. И, соответственно, несколько глаголов, которые идут рука об руку с темой настольной игры. Это, конечно же, играть, to play, глагол правильный, прошедшая форма у него played. Это нравится во что-то играть, то есть to like. И не любить или ненавидеть во что-то играть, то есть to hate. Ну и давайте закрепим те слова, которые мы с вами только что постарались запомнить. Подпишем с вами картинки. Так, например, игра в шашки по-английски будет. Если не помните, тормозите видео, повторите эти слова и проверяйте правильные ответы. Шашки по-английски точно. Checkers. Побеждать. Right. To win. One-one. А, ненавидеть что-то. To, that's right, to hate. Эта игра уже написана, поэтому это очень просто. Scrabble. Так и будет Scrabble. Нравится что-то делать? Ну, разумеется, такое простое, настолько часто встречающееся слово. To like. Крестики-нолики. Если не помните, перемотайте видео чуть-чуть назад. Конечно же, это tic-tac-toe. Замечательная игра в лото по-английски будет, разумеется, bingo. Ну, а шахматы ничто иное, как chess. Вы совершенно правы. Глагол играть по-английски to play. А проигрывать? Конечно же, to lose. Его форма lost. Домино. Пожалуй, самое простое слово, так и будет. Домино. Карты. Тоже несложно. Cards. Самое непростое, пожалуй, слово из этого урока это нарды. Постараемся с вами и его запомнить. Это backgammon. На этом мы с вами завершаем урок по настольным играм. Please make up your own sentences in the commentary below. Что означает, пожалуйста, составьте свои собственные предложения в разделе комментариев под этим видео. Также не забывайте ставить лайк под этим видео. И подписываться на мой канал, если вы еще этого не сделали. Всем огромное спасибо и до новых встреч. Bye-bye. See you soon. See you soon.